И да, мы знакомились со всеми. Значит, зовут меня Надежда Васильевна Федуловая. Мне 37 лет, скоро исполнится. Так что, в общем, на самом деле я пришла по Билайну симку менять, а мальчишка такой смотрит на меня и туда смотрит паспорт, и говорит, а у вас год рождения 84, я говорю, все правильно, мне вот скоро исполнится 37. Так что, в общем, девочки, хочется, знаете, чем с вами поделиться? Пока вот вы молодые, да, мне всю жизнь хотелось рисовать, но я так сложилась в жизни, что работала, как говорят, в Некроловых пишут, начиная с простого электрика, который работал на стройке, на заводе дежурном, и ушла на пенсию к главным энергетикам завода. Ну, то есть, вот такая была биография. Вот, но всю жизнь хотелось рисовать, а бог таланта не был. Обошел бы, как-то. Дочка у меня, она закончилась в дочке, я очень решила, она дедаила, а я не умею. Ну, и вот, после того, как у меня ушел муж, образовался как бы вакуум, да, ну, чем-то надо же заниматься. Ну, и я вспомнила, что вот я где-то там по телевизору слышала... Я немножко перебью, Надежда Васильевна поскруничала, она дослужилась до главного энергетика ремонтно-строительного завода. Ремонтно-механического, да. Ремонтно-механического завода, то есть, да, да. Женщина. Женщина сделала конерную и потом пришла в искусство. На мужской должности. Да, у меня в подчинении было 40 человек, в основном мужики, конечно. Ну, работа была потрясающая, это отдельная песня, не будем о ней говорить. Вот, это если там на досуге повспоминать можно. И вот, значит, я как-то увидела по телевизору декупаж, и мне это слово отложилось. Думаю, ну, декупаж, декупаж, значит, что-то там рисуют, что-то это. И вы знаете, как оказалось, что декупаж происходит, вот само слово обозначает это вырезание. У нас, как всегда, ленивые изобретают всегда что-то, вот такое, технику какую-то, да, ну, чтобы меньше работать. А Голь на выдумке хитрая, она тоже придумывает то, что не может там купить себе, позволить и что. В общем, начиная, оказывается, с 12 века в Китае вот это все началось. Китайцы начали делать цветную бумагу, и себе там обклеивали стены, и у них это была красота. Потом это дело перешло в Восточную Сибирь. Но наши, как всегда, они этой цветной бумагой обклеивали могилы, чтобы было красиво. Да, так вот истории, так говорим. Наши, Восточная Сибирь, обклеивали могилы цветной бумагой, которой китайцы обклеивали себе стены. То есть кресты и неповедники. Могила в могилах, чтобы гроб класть в красивую могилу. Гроб, гроб. Да. Вот. Потом, значит, в 15 веке там это пошло уже где-то Польша, Германия. А вот в Италию, когда пришло, то там стала появляться мебель, которую привозили с Японии, с Китая, с инкрустациями, с Ильдой, и очень дорогущая мебель. Не каждый мог себе это позволить. Ну и, в общем, вот венецианские там краснодеревщики, они решили делать подделку, да. То есть они находили сюжеты такие вот, как там инкрустация это сделана. Все это дело наклеивали и покрывали 30-40 слоев лака. И получалось практически одно и то же. Было намного дешевле это, конечно, чем там мебель. И в результате сейчас, как говорят, сохранилось очень мало таких вещей. И они баснословно дорогие. Те, которые его делали там. Ну а вот в 20-м веке уже декупаж пошел, в общем, семейными шагами. Везде и всюду, во всем мире. Вот у меня в Инстаграм есть подписчики с Австралии, с Австрии, с Чехии, с Испании, с Рио-де-Жанейро. Ну то есть во всем мире занимаются вот этим. И мы, естественно, там обмениваемся, какие вещи делают. Так вот, с чего же как бы начать этот декупаж, да? Берем декупаж, можно все. То есть вот что у вас есть, горшок. Вот я начала с цветочных горшков. Потому что у меня вот муж, когда умер, через полгода я начала вот этим заниматься. И на годовщину, на его, ну там уже как бы, ну на память там вот раздается все это, я думаю. Ну все уже вот не знаю что. Ну и я 25 вот таких цветочных горшочков сделала разными цветами, с разными бабочками. И все, кому какой цвет нравился, вот кто пришли, те выбирали себе то, что им нравится. Это вот были первые, так сказать, поделки. А потом, вы знаете, это хлеще любого вируса. Это засасывает просто невозможно. Почему? Потому что вот, ну я пробовала вышивкой заниматься. Ну так как у меня зрение никогда не было сильно хорошего. То, ну и потом мне не нравится, что. Это чисто автоматическая работа, да? Не правда. Я, конечно, вышивки закончила. Это очень творчество. Это, это когда вы сами придумываете. Конечно, я сама рисую и сама веду это все. Я не спорю. Это когда вы сами. А вот когда покупаешь, готовые, вот эти, я преклоняюсь перед теми людьми, которые этим бисером вышивают, да? Это тоже такой труд, вот это вот все сидят. Но там нет как такового вот моего. Да, моего. Это-то чисто вот кто-то нарисовал, кто-то придумал цвета, кто-то что-то. И ты просто это все повторяешь. В общем, мне это не подходит. Анонс. Я принесу свои анютины глазки, которые, все равно они все разные получаются цветами. Это машинная вышивка, но она машинная, это творчество. Мы делаем еще такое. Это естественно. Это машинная вышивка, но любая. Я знаю, у меня бабушка вышивала на машинке и прекрасно выбивала, вышивала. Она сама это придумывала, да? Это есть. А я сказала про те, вот когда покупают. Но это терпение огромное. Да. Но терпение оно везде нужно. Да, да. Но вы знаете, я просто вас перебью. Я сейчас вышиваю дочке подарок. Вышивку я немножко как... Бисером она вышиваете. Бисером. Я бисером вышиваю, ей иконку вышивала. Сейчас я вышиваю ей вот такого вот размера где-то. Там такое представлено, значит, посуда, тарелочка и чашечка. Это джель синенькая с белым. Потом, значит, букет цветов в вазочке и еще фрукты. То есть вот такой натюрморт. Но, понимаете, вроде все понятно и легко, да, вот это все. Но там 25 цветов ниток. И вот каждый ряд клеточку просчитываешь, чтобы вот такой ниткой вышить. Чтобы вот столько не ошибить. Понимаете, тут вот эта математика, она, конечно, сложна. И зрение нужно. Но получается... Зрение, да, зрение. Я не спорю. Это очень красиво. Но сегодня у нас декупаж, да? Но сегодня декупаж, девочки, да. И поэтому вот здесь мне что нравится. Допустим, я взяла, вот я показала бутылки, да. Там мне стали приносить у кого какие бутылки. Узорные какие-то, да? По форме разные. Да, я вам покажу вам. Вот разные формы. И вот иногда, как принесли, я сразу вижу, что вот так я ее сделаю, и она нормально будет. Вот одну мне подруга принесла, она в виде ракушки. Такая толстая, вот из-под коньяка. Вот она толстая, ну как ракушка. Вы знаете, я, наверное, месяца 4 думала. Ну, я понимаю, что надо ее сделать в морском стиле, но я никак не могла сообразить, как это лучше сделать. Ну, в конце концов, я потом, если найду, покажу, я сделала там и песок, и ракушки, и рыбки плавают. Ну, то есть все сделала вот в морском стиле. Но очень долго думала. А некоторые прям вот берешь и сразу раз, вот все, оно идет. То есть... И творчество на лицо. Да, бутылок этих тоже сделала. Озарение, да. Да, немеряно. Вдохновение. Иногда... И терпение. Вскакиваешь утром, особенно если ты уже начал вот что-то делать, да, вот я хотела показать. Значит, вот загрунтовал тарелку, да, вот она белая. Я, ну, перед тем, как... А чем ее грунтуют, Надежда, Васильевна? Значит, вот для того, чтобы заняться декупажем, нужны краски, клеи разные, краски акриловые. 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 И для стекла еще хорошо. Есть грунты специальные, продаются в Леонардо, но они стоят бешеных денег. Поэтому мы, как всегда, больно выдумки хитрая. И мы, значит, берем краску для радиаторов. Белая, которая, она тоже быстросохнущая, не волючая, которая... Домашняя радиатор? Нет, домашняя. Домашняя радиатор. Эмаль, эмаль, эмаль для окрашивания радиаторов. И вот туда добавляешь шлак акриловый, клей ПВА в равных частях, все это перемешиваешь, и она тогда садится очень хорошо. А второй слой уже просто этой краской. Еще второй слой, чтобы уже наверняка. Потому что если покрывать один раз, то она может, вот когда начинаешь приклеивать, она может скатяться, да. Это вот краски, значит, вот еще раз говорю, краски, клей. Клей нужен ПВА. Если вот такие вещи делать, то это жидкие гвозди, клей, гель, момент. Клей титан, на который бисер приклеивается. То есть это вот четыре вида клея нужно. Краски в основном акриловые. Ну тоже можно художественные, вот для Нарда. И еще выручает вот в строительных магазинах колера. Есть такие вот небольшие бутылки. Они не жидкие, которые добавляют там, ну вот, шкур. Такие густые, которые колер. Вот ими можно, краски. Потом, что еще? Лак акриловый. Или если вы хотите сделать какую-то вещь. Ну лаки, они бывают глянцевые, матовые, бархатные. Ну я привыкла вот к глянцевым делаю. Бархатные лак. Бархатные есть. Да, лаки очень умеет. Очень умеет. Очень эффект такой, в общем, да. Потом, что еще? Кисти плоские, круглые. Значит, там со скошенными, этими заостренные щетины. Или лучше всего такие синтетические кисточки, которые тоже. Если у Леонарда они стоят дороже, но они бывают, что в конце, ну вот где констовариум, тоже там бывают такие кисточки. Не дешевые увлечения, тоже. Как и все увлечения. Вот. Это все приобретаете в Леонарда? Ну можно. Вот где... Дешевле всего стихи. Нужна голова и ручка, и бумага. Да, да. Правда, потом книгу издать. Правда, потом, да. Вот. Легче машину купить. Ну, не дал Бог таланта. Вот поэтому... Нет, как не дал. Он дал вам вот этот талант. Бог дает нам разные таланты. Разные, чтобы мы делились своими талантами друг с другом. Вот. Потом нужно, что еще? Эти кубки обычные, кухонные, там разные. Есть такие мелкие, ну, которым посуду моем. Есть, которые дырявчатые. Вот ими можно наносить. Всякие вот разные, чтобы цвета были, получались. Вот. Потом, что еще? Нож канцелярский нужен. Нож нужен специальный с острым. Ну, как скальпы. Это уже продается тоже в магазинах. Контуры. Вот все, чтобы обвести. Так, что с контуром? А, вот там, по-моему, есть контуры. Или вот здесь, да? Да. Тут вот контуры есть. То есть, контуры. Потихонечку, потихонечку. Потом, что еще нужно? Вот я начинала тоже с салфеточек, да? Вот здесь можно, допустим, взять, вырезать. Ну, ножницы, естественно, нужны, да? Чтобы вот это все вырезать. Вот можно на эту тарелку, допустим, вырезал вот этих цыпляточек, да? И сюда. Ну, то есть, их нужно вырезать. Вот. И потом уже наклеивать. Можно сейчас в основном уже, это вот когда начинала, то, да, в основном с салфетками. Ну, то, что бабочки, у меня везде бабочки. Дома везде бабочки, на шторах бабочки, на стенах бабочки. Я бабочек люблю. Ну, потому что сама как бабочка. Все мы бабочки. Да. Вот. А потом начала вот на обычной бумаге распечатать на офис, на обычной бумаге. Нахожу картинки. У меня дочь работала когда-то вот в этой дизайнерской ферме. И мне была Лафа. Она, конечно, там меня находила, распечатала. У меня этих картинок немерено. Потом, что делаем? Вот вырезаем. Сначала расслаиваем. Что для этого нужно? Нужен скотч. Да. И этим скотчем мы наносим плотно скотч. Один раз снимается, потом второй раз снимается слой бумаги, чтобы как можно тоньше был. Ну, чтобы не было специально. Она какая-то такая, да? Пищая бумага. Пищая, да, да. Обыкновенная бумага. Снегурочка. Снегурочка. Нет, а скотч как он снимет? Снимет один часть, слой бумаги? Ну, да. Когда скотч отрываешь, на нем же остается. Ну, остается один слой бумаги. Еще раз второй. И остается тоненький. Скотчи бывают разные. Нет. Во-первых, бывает скотч разный. Во-вторых, бумага бывает разного качества. Некоторые снимаются прям вот тонюсенький слой. Остается практически как это. А вот это вот два слоя сняла, и все равно толстые. То есть нужно... Потом это нужно размочить в воде, и потом уже только вот клеем сюда приклеивать. Ага. Клей какой? Клей была. Как вы когда... Подождите, у меня вопрос. Да. Вот вы размочили, как вы из воды потом ее... Я как делаю? С молитвой. На фарфу. Когда маленький, если... Ну, вот, допустим, вырезал там такого размера, вот как бабочка, да, ее бросил в водичку, кисточкой оттуда достаешь, и ее на тряпочку, на салфетку. Это салфетки нужны, салфетки тканевые, ну, не тканевые, а такие вот. Не тканые, да, салфетки нужны. Бумажные салфетки нужны. То есть промокнули ее, и потом сюда уже клеем смазали это, и сюда. Чпок. И валиком все это дело прикасываешь. Вот так. Если большая картиночка, то я кладу на файл, вот таким образом на файлик положила, водой побрызгала, прям сильно-сильно, чтобы вода стояла, да, и это, она пропитывается где-то минут 5-10, в зависимости вот на сколько она там толстая. Потом тряпочки также промахиваешь, и потом, значит, это самое, клеем смазываешь здесь и клеем тарелку. И приклеиваешь. Есть валики маленькие, которые, ну, как обойные, обойные только большие, а это вот, ну, такого вот размера. И валиком все это делать через файлик прикатываешь, уже не порвется картинка, ничего. Потом через файлик, файлик переворачиваешься на файлик. Да, да, на файлике. А она все равно уже прозрачная, да, она становится, она уже с обратной стороны, это тоже уже видно. А потом файлик сняли. Да, да, файлик снимаешь, и потом еще кисточкой проходишь, чтобы закрепить вот этим, ну, клеем, чтобы уже было капитально. И высушить. Ну, многие, когда вот на мастер-классах, они там сушат феном, но вообще их не приветствуются. Нужно лучше, это самое, чтобы высохло само. Само. Да, потому что я, если клею, я вот вечером, допустим, приклеила и до утра. После того, как это, ну, вот, допустим, такую картинку приклеила, да, а дальше вот нужно думать, чем это все заполнить. Ну, да. Более. Вот, у меня была такая одна тарелочка, вот я сейчас, если ее найду, я покажу вам. Мы, наверное, можем через телевизор. Ты тут включать не знаю, как, Лен. Да ладно. Антона нету. Сейчас ее, если найду, я ее покажу. Она у меня была такая. Вот скажите, я прислала, все равно красиво, но все равно это не передает, как вот ты вот живое увидела. Да, 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 да. Сейчас я вам свою сказочную макию свою покажу. Я уважаю макию. Вот такая вот. Что, в живую или через... Ага, понятно. А, тарелочки. Скажите, а вот этот слой еще снимутся? Нет, это уже все. Это уже основа. Вот такая вот. Отлично. А, то есть, что вокруг-то? Да. Это вот... Ну, это надо всем показаться чуть-чуть. Ну, вот увеличить немножко. Ну, это вот такая была. Но это не факт, что у меня эта будет такая же. Ну, понятно. Ну, это момент творчества, да, что ты не сможешь знать, что ты, что в конце, на выходе получишь. Хорошо, например, здесь. Вот эти вот синие цветочки, это уже вот не было их. Нет, вот эти не было. Это уже заполнили. Да, это вот были то ибо цеплярки. Что дополнено? А цветочки, птички, нет, здесь добавлены только вот бабочки. Это все было. Здесь только вот бабочку одну красивую, тут была другая. И фон. И фон, да. И это вот Наташа Фортина, она по телевизору уроки проводила. И вот эту птичку она назвала птичка в окружающей среде. Ну, то есть, ты сам там вот как бы цвета, которые здесь есть, и вот их как бы наносишь, чтобы получилась вот такая песня. Вот моя, честно, тарелка. Ну, фотография все равно не передает. Куда она? Нет, фотографии у меня потом еще и телефон такой. Все равно она не передает, как живая работа. Сейчас я скажу, что... Я просто покрупнее ее сделала, тарелка. Значит, если... Ну, я на всех. Тарелка тоже, тарелка. Маки-маки-маки. Так, девочки, дальше продолжаем. Да-да-да. Значит, есть прямой декупаж. И есть обратный декупаж. Вот, когда прямой, это вот я рассказываю, это прямой. Когда мы грунтуем, приклеиваем картинку и все. Да, это все делаем с этой стороны. Вот там можно через трафарет цветочки подобрать там какие-то или что-то дополнить чем-то. Вот та вот тарелочка вот с бабочкой тоже, это вот уже там... Это прямой декупаж. А вот это вот обратный декупаж. То есть здесь сама тарелка, а все вот это наклеиваешь вот с обратной стороны картинки. Да, там... Нет, нет. Это цветок. А как у меня декупаж. А, нет. Это все. Значит, вот когда мы все это наклеили. То есть, если мы здесь картинку вот так кладем, наклеиваем, то так как тарелка-то у нас прозрачная, то мы как-то... А почему у нас стеклянные? Это же все стеклянные тарелки. Ты что, я говорю, они беленькие были? Нет, это все прозрачные обычные тарелки. Все прозрачные стеклянные. Вот те были белые, поэтому они у меня все получились, ну, как бы только прямой декупаж. Вот я поняла, у вас прозрачные дно. Я тоже поняла, что дно-то прозрачное. Да, потому что глина, да? Да, да, да. Все стеклянное, все прозрачное. Я как-то вот больше всего люблю со стеклом почему-то. Поэтому с обратной стороны здесь чем? Намазываешь клеем вот эту лицевую сторону и вот так уже ставишь. То есть, чтобы определиться как птичку эту, чтобы она там сидела ровно, никуда не двигалась. И потом с этой обратной стороны все точно так же делаешь. Обрабатываешь обратную просто сторону с учетом. Здесь, ну вот когда вот такой вот фон делаешь, ну как попало там, да, то это просто. А вот если подрисовку делаешь, так, где вот, ну вот допустим здесь вот если я сделаю. Это подрисовка вот эти вот? Нет, здесь. Это подклеивается. Вот это подрисовка явной цветочки. Нет, это трафарет. Это все уже через трафарет. Нет, это здесь вот мы. Здесь подрисовка, но она вот сверху, это вот прямой декупаж. И здесь просто. Когда вот сверху, то ты по цвету очень легко и просто подбираешь цвет, ну чтобы совпало. А вот с обратной когда, то сложнее бывает подобрать тон и может, ну как бы краешки там, ну сложнее вот когда фон, чтобы совпал точно. Вот с обратным декупажем это сложнее. Но это уже более, для более продвинутых, так сказать, декупажниц. Если вот такой вот, я говорю, если вот просто, да, то это нормально. Здесь вот фон, он сколько, я не знаю даже сколько слоев. Вот он был вот такой вот фон у розочки, да, вот роза здесь, да, и фон вот такой вот. А вот это все, уже там слоев, я не знаю сколько, тут и розовые, и зеленые, и серые. Ну в общем все тона, чтобы подойти хотя бы близко вот к тому, что у нас есть. А потом уже, ну вот эта болезнь к стразам, она здесь же эти ландыши. И мне захотелось, чтобы они вот как бы, да, 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 да. И все эти, ну, они здесь логичные. Они здесь просто прозрачные, ну такие пластиковые вот эти розочки. Потому что это уже когда ходишь, вот я в книжный магазин зашла, там вот продают. Я купила, думаю, ну когда-то пригодятся. Ну вот они пригодились, то есть я по цвету их подогнала и уже здесь тогда сделала. вот еще вот такой вот есть это прямой обратной а вот это вот доска сделано методом вживления то есть это картинку ну как мы называем мордой в лап кладешь то есть делаешь также вот грунт белый желательно чтобы потом берешь картинку не расслаиваешь ничего ее прям вот как она на листе распечатана слой лака достаточно сильный на нее наносишь и слой лака на доску и все это прикатываешь вот валиком вот так лицом вниз мордой лапкой прикатываешь то есть это в зеркальном изображении получается вот этот фон он уже все есть получение надо рисовывать нет ну то есть такой величины была ваша картинка чуть-чуть меньше чуть чуть меньше вот здесь вот чуть-чуть подрисовывала да но даже когда если просто вот этот картинка сама вот без фона то можно же потом фон какой хочешь делать а вот лак на чем что вы его туда опускаете в лак лак кистью наносит на доску а потом на картинку тоже самый лак да лицом вниз и оставляешь но на ночь всегда часов на 12 чтобы это все высохло потому что лак сохнет долго так вроде он быстро но если вот в этих случаях то какой стол у вас мастерской чтобы это все лаки нет у меня стол небольшой ну вот такого вот размера как вот один но у меня еще тут стоит тумбочка на которой все это здесь стоит комод с коробками где творческая мастерская в общем да у меня до комнаты мастерская там бедла творческий беспорядок да и потом значит когда это все высохло то нужно эти два слоя бумаги скатать то есть пальчики в воду и начинаем скатывать и пальчики скатываются очень даже хорошо ну то есть вот это вот стираешь до тех пор пока не остается даже вот малейших там ворсиночек или чего дювелирная работа да чтобы все скаталась а вы же лаком нанесли и все равно что то скатывается а бумага ну когда ее скатываешь она же вот ниточки бумаги они там остаются и нужно скатать полностью все вот она потом вроде скатал все чисто не нету три вместе людям вместе с вам эту бумагу катает нет ноги обзоримруза с чурс улад BOBon woke скатыватьno оставили было качеión minimizeline остается вот картинка потому что вузе этот print он дает в трубанах у того порядка вот heart но как пленка получается то есть два слой бумаги во reduction that Satan она только плёночка но втф experimentation и она остается. Потом ручок подсохнет, смотришь, там седое, там седое, то есть бумажка, значит, осталась. А с наждачкой не ем, да? Нет, с наждачкой дерешь все. Похвалюсь, пока идет мастер-класс, что вот эта тарелочка теперь моя. Но я никогда этим не пользуюсь, то есть рукой всегда пальцем не чувствую, что ты скатала или нет. Потом, когда уже вот это скаталось, еще слой лака наносишь уже, чтобы закрепить, ну, все это дело. А потом уже, если надо, подрисовывать и все. И вообще лак вот во всех промежуточных, то есть приклеила вот я картинку, да? Я после того, как она высохла, наношу лак на картинку. Потому что начинаешь подрисовывать, и когда раз у тебя залезла ты сюда на картинку, что-то не то, а когда лаком покрыто, то раз и истерлась это все, то есть лаком обязательно надо. Ну и потом, в зависимости от того, какого блеска хочется добиться, некоторые, вот там дома у меня висят тарелки, там по 12-15 слоев лака, это если, чтобы совсем блеск был, как... Как губка. А так, каждые, ну, 3-4 слоя промазал лаком, наносишь вот, когда только после этого, первые слои очень тонкие должны быть, чтобы они быстро просыхали, и тогда 3 слоя, все равно остаются где-то вот краешки вот эти, да, они там заметны. Вот 3 слоя нанес лака, вот тогда наждачкой где-то 320, вот номер ее, и начинаешь аккуратненько все это... Шкурить. Шкурить. Потом еще 3-4 слоя лака нанес, еще сошлифовываешь, если у тебя видно, что там есть вот эти, ну, краешки, да, то еще сошлифовываешь. И так до тех пор пока... И сколько уходит примерно времени в среднем на изготовление, допустим, ну вот такой вот красавицы? Вот такой красавицы, здесь вот эти стразы клеишь, ну, где-то дня два, наверное, я клеила, а вот делала картину... А я смотрю, тут у вас точечная роспись, по-моему, да? Да. Имеет место быть, это совсем другая техника. Это контурами, ну, вот у меня спрашивают, дочь говорит, у тебя там все, не поймешь, какая у тебя техника? Разные техники, да, я смотрю, точечная роспись, я вот потрогала... У меня техника называется «Я так хочу». Да, 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 это прям заголовок готовый, да? Техника называется «Я так хочу». Я так хочу. Вот я сейчас покажу картинку, она у меня размером, я подруге делала сову, размером, вот, вот эта картинка размером 50 на 60. Можете себе представить, да? 50 на 60 сова. Во-первых, фон сам этой совы, он фон, который вот делается, вот когда рамку покупаешь, то я все тоже делаю на стекле. То есть вот сама рамка вот на стекле. И вот этот фон, а у нее стены, значит, серебристо-розоватые такие. И вот этот фон этой совы надо было подобрать. В общем, когда вот я ей принесла, она говорит, вот ты посмотри, прям вот точно подошел. И все сделано стразами и бисером. Вот ее картину я делала 10 дней. Пять из них я клеила стразы, потому что каждую стразу на жидкие гвозди, а бисера на титан. Клейки там, ну их там клею вот так на это и бисер насыпала. Но их надо перевернуть, чтобы они вот дырочками не торчали, а каждую надо это. Ну, в общем, вот такую, в общем, ей вот дело в 10 дней. Эти, если у меня как утром проснулась, в туалет сходила и сразу иду в мастерскую. Вот, да, что там, если горит. Поэтому работа, ну вот это хобби, конечно, очень увлекательное. А, вот эти еще, как сказать, ничего. Это точечная роспись, вот эта, кстати сказать, вот эти вот штучки. Вот такие перед Новым годом пластиковые подвески. Да, мне она очень понравилась. И шарики тоже. И их можно разделять. То есть, ты расколупала их, и вот можно вот так делать, да, то есть открытая. Вот она закрытая, потому что эту не смогла расколупать, и она что-то была повреждена, там это самое. Поэтому я сделала вот такую. И она, кажется, что... А тут вот даже пыталась... Это игрушки такие на елку, да, эксклюзивные? Мне очень тоже понравилось. Эксклюзивчик прям. Это вообще красота. А это вообще вот шедевр. Да. Такая ностальгическая. Смотрите, там пара танцует. Они меня сослали у меня. Да, да, да. Мне прямо она пришлась, откликнулась. Но они похожи на эти шары за себя. Вот такие красивые. Которые раньше висели в дворянских домах. Да, вот. Сразу. Поэтому я... У меня их очень много я делала. У меня там есть фотографии. Но у меня был тогда телефон вообще такой, а бы какой. И фотографии ужасные. Но вообще вот этих делала и шариков, и сердечек. Сердечки тоже делала внутри. Вы свои работы продаете? Ну, если кто, да. Если кто, то продаю. В основном раздаю, дарю всем. Ну, в инстаграме вот говорят, там, в общем-то, неплохо продавать. Вам надо продавать их. Это, во-первых... Пусть люди лучше покупают вот это, чем вот это. В инстаграме очень трудно раскрутить. Очень трудно раскрутить. В смысле? Что, раскрутить на продажу тестом? Я перезвоню. Там надо обязательно заплатить деньги. Да. Заплатить. И поставить свое голое фото. Нет. Нет, даже это не работает. Это нельзя даже... Там так устроено, что только подписчики видят то, что ты выкладываешь. Да. То есть на ютубе ты можешь найти в гугле еще где-то. Да, да, да. Это тебе выскочит. А смысл тогда от этого инстаграма? Да. Уже просто... Если там заплатить инстаграм, он тебя раскрутит. Там рекламирует. Предлагает. Да. Это все очень хорошо. Все подписано. Да. Это видят только подписчики или друзья друзей тоже видят? Нет. Здесь вот там. Аааа. А смысл? Нет. Но это можно продавать. Для того, чтобы инстаграм имел дешево. Да, да, да. Потом, что делаем сзади, с тыльной стороны, да. То есть если вот у нас обратный декупаж, то мы, значит, вот когда вот эти все краски нанесли, все, да, надо же это все закрепить. Берем салфетку, ну, белый слой, допустим. Ну, я на некоторых и цветной беру. Салфеткой клеим. Все приклеиваешь. И потом… Снаружи. Это уже снаружи. Уже сверху вот это, да, когда там, чтобы закрепить этот рисунок. А скажите, здесь все-таки края сюда загибаются или там все это вот остается? А что тут загнутая? Ничего нет. Ничего нет. Обрезается. Просто прозрачная, поэтому надо беленькая туда. Да, 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 да. Белая, белая краска. Вот сначала все цвета нанесла, потом белой покрыла и потом салфетку. Потом еще раз краску, потом лак. Ну, то есть, чтобы ее можно было хотя бы помыть там… Ну, холодной водой, конечно. Да, да, да. Ни мороженки… Аккуратненько, да. Ни горячей, ни ничего. Ну, хотя у меня некоторые там… Вот я сделала две тарелки, они мне не очень понравились. Я решила их смыть. И что? В теплой воде и в этом жидком хозяйственном мыле откисали 6 часов. Тогда только вот прям слой этот весь снялся там и все. Прочные они. Да. Прочные, да. Вы знаете, глянец производит впечатление. Вот глянец… Ну, это стекло, это просто стекло. Ну, а вот эти же не глянцевые на такой степени. А вот глянец, он как-то… Конечно. Глянец. Красиво, скажите, да? Это вот… Да, но у меня есть некоторые тарелки. Я делала вот именно даже прямой декупаж. Вот эту я не стала, потому что я знала, что я ее себе оставлю. И я не стала добиваться здесь вот такой вот сильно. А так вот если слоев 10 нанесешь, то глянец практически такой, да. И вот вы тут каждый цветочек вырисовывали, да? Нет. Ну, это… Трафареты есть. Трафареты. Трафареты самоклеющиеся. У меня их там не знаю сколько тоже болезни. Ну, то есть вот смотрю здесь цветочки такие. Ну, вот нашла похожий трафаретик. Нанесла сначала там какой-то белой, наверное, краской. А потом уже подрисовывала, ну, старалась вроде цвета подобрать, чтоб похоже что-то было. Вот. Так что…